Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами я, Ларина Сукуева, в эфире новый выпуск программы «Якутия. 20 лет в 21 веке». Мы продолжаем анализировать итоги первого 20-летия 21 века и обсуждать с нашими гостями, как изменилась Якутия и какое она вступила в новое десятилетие. Сегодня герой нашей программы генеральный директор акционерного общества САХА «Транснефтегаз» Алексей Колодесников. Алексей Васильевич, здравствуйте! Добрый день, Ларина! Вы на протяжении без малого 5 лет были в должности первого заместителя председателя нашей республики и отвечали за транспорт. Расскажите, пожалуйста, как изменилась наша республика Якутия с точки зрения связанности огромной территории и мобильности жителей? 5 лет – это небольшой период, по сути своей. Понятно, что вот эти изменения, которые происходили, они происходили на протяжении десятилетий, благодаря усилиям прежнего руководства и существующего в лице главы республики и правительства республики САХА Якутия. Что бы я хотел отметить? Значение большое для нас – это все-таки дорожный транспорт, дорожное хозяйство. В силу протяженности магистральных автодорог большие изменения коснулись федеральных трасс. Это трасса Вилюй, это Лена, Колыма. Сегодня до Магдана мы можем беспрепятственно, по сути своей, круглодично ездить. И у нас улучшилось качество дорог по Лене. Вы, наверное, помните, когда по дороге Лена между Алданом и Якутском невозможно было даже проехать. Сегодня уже у нас твердое покрытие и режим совсем другой. Та же дорога Вилюй. Мы видим, что улучшается качество и по Вилюю. Допустим, до Горного района уже у нас асфальтное покрытие. Участки улучшились и по другим районам. Мы ввели два года назад дорогу Амга до Усть-Майского района. До Усть-Мая сейчас у нас круглогодичная дорога. В прошлом году глава республики нам поручил ускорить строительство дороги Кабяй. И в прошлом году ее ввели. Остроили 30 лет. Ту же самую дорогу Амга до Усть-Мая строили более 20 лет. То есть вот этот режим, который нам установил глава республики С.С.Н. Николаев, он позволил ускоренными темпами ввести вот эти дороги, которые строились десятилетиями. Понятно, что это касается и муниципальных дорог. Потому что по реализации безопасных и качественных автомобильных дорог, это национальный проект, который реализуется по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина, мы начали активно заниматься дорогами региональными, а также и муниципальными. У нас город Якутска включен в эту программу, и мы очень много начали вводить дорог и в городе Якутске. Вот в прошлом году это практически 25 километров было, позапрошлым 25 километров. В этом году городом планируется совместно с республикой вести 48 километров дорог. Это 100 километров за три года. Это существенный прорыв. Более того, есть федеральная программа, реализуемая Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в котором Министерство сельского хозяйства Якутии участвует. Это комплекс на развитие сельских территорий. И по этой программе тоже выделяется средство на дороги межмуниципального характера. То есть вот этот большой комплекс, который делается по дорожному хозяйству, он реализуется и, по сути, свои изменения качественные происходят. Хотел бы отметить, что для нас особо важное значение имело то, что введена железная дорога до Нижнего Бестяха. И у нас уже и пассажирские перевозки обеспечиваются. Пресс-курант введен на российский 1001, который позволяет удешевить стоимость пассажирских перевозок грузовым транспортом. Это серьезный прорыв, позволяющий сократить стоимость и улучшить качество доставки грузов в республику Саха-Якутия. А вы сами, как жители Якутии, как ощутили эти изменения на себе, говоря сейчас об этих изменениях? Понятно, что я житель города Якутска. И то, что происходит, это позитивно с точки зрения качества жизни меня. Мы же пользуемся всеми этими дорогами моей семьи, родных и близких. Допустим, до Бердегистяха раньше же добирались и 4, и 5 часов. Сейчас чуть более 2 часов, и ты уже в районном центре. Как вы думаете, со строительством дорог, с расширением территории Якутии, доступной, более комфортной для передвижения, стала ли наша республика более привлекательной для соседей, для туристов, или пока до этого еще далеко? Вы знаете, в целом, внутренний туризм, исходя из прошлого влияния новой коронавирусной инфекции, он начал развиваться внутри страны, потому что границы закрыты, и понятно, что люди хотят отдыхать, смотреть свою страну, и у нас в республике больше стало посещений. Но здесь все очень сильно взаимовязано. Если с транспортной инфраструктурой говорить, да, вот Ленские столбы, это наше достояние, достояние ЮНЕСКО. Очень много туристов стало посещать и за пределов республики, и наши жители посещают Ленские столбы. Мы же построили участок очень хорошего асфальтного покрытия до Булганехтаха. Раньше же этой дороги не было. В этом году Минтранс республики Супердором асфальтируют дорогу между Покровском и Максогалохом. И это улучшает качество дорог. По крайней мере, люди уже могут спокойно поехать. Даже вот сейчас многие ездят на Ленские столбы, и гости приезжают. Но с точки зрения инфраструктуры, понятно, что и там должны быть все условия хорошие, чтобы человек приехал и останавливался в хороших условиях. Нам нужно в комплексе это все делать. Все мы знаем, что Якутия это довольно-таки уникальный район, и большая часть его располагается в Арктике. А почему вообще столько времени, столько внимания уделяется Арктике? Это государственная политика. Это политика, которую сегодня нам задает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И не зря это у нас Минвосток, это федеральное правительство сейчас курирует вопрос развития Арктики. Понятно, что это приграничные территории с другими государствами, и нам, конечно же, нужно их границы свои укреплять. С другой стороны, Арктика это наличие углеводородного сырья, это золото и других видов полезных ископаемых. Это Северный морской путь. То, что происходило на Суэцком канале, когда несколько дней этот просто-напросто почти 400 судов не могли пройти. А Северный морской путь, во-первых, он короткий, во-вторых, это все-таки в большей степени касается России, потому что интересы разные. Есть интересы и у Китая, и у США, и у Канады, и у других государств. Но сегодня наша страна владеет уникальными ледоколами, вводит их постоянно. Кстати, ледокол в ближайшее время атомный будет введен, который будет нести имя Якутия. Это, наверное, благодаря тому, что мы себя позиционируем как арктическая территория. Конечно, надо качество жизни улучшать. И вот развитие Арктики, оно как раз-таки позволит, чтобы качество жизни населения улучшалось. Арктика для нас это все, это люди, которые там живут, это наше богатство, это наша природа. Поэтому я считаю, что абсолютно правильно, что мы идем тем путем, чтобы Арктика не оставалась в стороне, чтобы Арктика развивалась. А какими проектами может гордиться Якутия? Ну, если говорить о проектах, которые сегодня, на слуху, это, конечно же, Ленский мост. Глава республики С.С. очень плотно этим вопросом занимается и очень серьезно в этом направлении продвинулись. Более того, на федеральном уровне получена поддержка. Вице-премьер Хуснулин подтвердил готовность финансирования с федерального бюджета. Это заслуга нашего главы С.С. Николаева. Мы строим Жатайскую судоверфь. Эта судоверфь будет производить суда для Ленского бассейна. Потому что у нас протяженность водных путей 21 тысяча километров. И почти тысяча судов в летний период навигации, короткий период навигации работает у нас на реке. И понятно, что суда давно не обновлялись. И для нас важно, чтобы эта судоверфь появилась у нас в республике, была построена, запущена. И мы сами суда строили у себя в республике. Нельзя забывать об одном из ключевых транспортов. Это авиатранспорт. Расскажите, какие изменения вы видите в этом секторе? Мы участвуем в программе комплексного развития магистральной инфраструктуры республики. И 16 аэропортов подлежат реконструкции. И уже реконструкция идет. У нас идет реконструкция полосы в городе Якутске. Или возьмем Ньюрингри. В Ньюрингри строится тоже взлетно-посадочная полоса. Новый терминал будет. Запланировано у нас строительство аэропорта и взлетно-посадочной полосы в Мирном. Потому что существующие объекты не отвечают требованиям. Идет реконструкция в Валекминске. На слуху же, что когда осадки идут в Валекминске, самолеты просто-напросто не могли летать. И сегодня это происходит. Очень важно то, что по поручению президента страны создана дальновосточная компания. Главной компанией стала авиакомпания «Аврора». Но мы туда тоже вливаемся. Та же самая компания Якутия. Авиакомпания Якутия. И это позволит сократить стоимость билетов в том числе. Получить субсидирование с федерального бюджета. Для нас авиация это та отрасль, которая позволяет обеспечить мобильность и доступность нашего населения в условиях наших территорий. Но раз мы заговорили о будущем нашей республики, скажите, какова стратегическая цель всей транспортной сети Якутии? Во-первых, мы должны иметь хорошую связь с соседними субъектами. Магадан, допустим. Я же сказал, что у нас дорога до Магадана построена. Но есть одно препятствие от реки Алдан. Я участвовал год назад на совещании в Росавтодоре. Там участником был губернатор Магаданской области. Мы обсуждали как раз этот мост через Алдан. И сегодня уже у пордора, наш Вилюй, делает технико-экономическое обоснование этого перехода. Мост этот будет. Или возьмем, допустим, аэропорт Якутия. Международный терминал сейчас проектируется. Эта тема назрела. Ковид все равно закончится. И границы будут открыты. И нам нужно, чтобы мы могли летать в соседние государства. Традиционно такие, как Корея, Китай, может еще азиатские страны. В нормальных условиях. Потому что сегодня же международный терминал уже не отвечает требованиям. Таких вопросов очень много. Которые должны решаться стратегически. Даже если может быть из фантастики взять железную дорогу на Магадан. Она не будет тупиковой, эта дорога. Она не остановится на Нижнем Бестяхе. Это может быть 20-30 лет пройдет. Но дорога железная до Магадана дойдет. Это стратегический вопрос, но более долгосрочный. Вопросов очень много. И стратегических в том числе. Я думаю, что правительство республики абсолютно правильно выстроило стратегию. И движется в том направлении, чтобы мы улучшали транспортную инфраструктуру, мобильность и качество жизни нашего населения. Алексей Засимович, в конце нашей программы мы каждому гостю задаем три специальных вопроса. Готовы, да? Скажите, какова главная черта характера настоящего якутянина, на ваш взгляд? Это сильность духом, это честность, открытость, доброжелательность. И каждый якутянин практически этим чертам, наверное, соответствует. А о чем никогда нельзя забывать в Якутии? Про людей. Про наших людей нельзя забывать. Если вы проснетесь в Якутии через 20 лет, что вы увидите за окном? Я бы хотел увидеть нашу природу в первозданном виде. Это наше богатство. И понятно, чтобы я увидел людей, которые счастливы и довольны своей жизнью, проживая у нас в республике. Огромное спасибо за то, что поделили своим мнением о развитии нашей республики. Эфир нашей программы подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Увидимся на телеканале НВК Саха в следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин